Так, бля, вот это я ебать давно хотел посмотреть, мне скинули. Это мне скинули прям с тайм-кодом, если что. Какое-то ебать крыжовое видео про пикаперов и прочую хуйню 2021. Мне кидали и да. Не, но мы можем посмотреть на ускоренный, например, 1.25. Я предлагаю посмотреть начало. Давайте посмотрим буквально минут 10. И если говно, то мы скипнем. Ой, блядь. 1.25. Давайте. Пикаперы. Они все еще существуют. И кажется, они застряли во временной капсуле, которая просто слила их с ума. Эти люди ходят по улицам, докапываются до окружающих, ведут себя максимально кринжово. Блядь, кстати говоря, это ж правда, реально ж пикаперы до сих пор существуют, которые такие все охуетькие модные, блядь, такие все подходят девочек кадря, такие охуенные. Блядь. Толпа неудачников и долбоебов, но для меня они со стороны выглядят исключительно так. Дают советы на уровне сперматоксикозных подростков, беснуются в сектах и представляют реальную социальную опасность. Подхожу к чеченцам. Блядь, девку перекладывают из рук в руки, нахуй, ебать. Берем чеченцам, говорю им, парни, я запущу сейчас вам бабку, нужно попиздиться втроем. Ёб твою мать, блядь. Щекоти хуя, сам себе ебальник набыл. Самое парадоксальное, зачастую они еще и плохо соблазняют. Хотя, казалось бы, это вообще единственное, что они должны уметь делать. Посмотри на меня, мне не нужен твой телефон, вообще. Он мне нужен. Тогда хорошо, я подогул. Ты не понимаешь? Я могу тебя отпустить, и все. Это закончится. Понимаете, это реверсивная психология, или как она там называется, когда идет от противного. Типа, ребята, мне не нужно донатить, но никто из вас не будет мне донатить. Ведь мне это не нужно. Мне не нужны ваши донаты. Никто не будет донатить на мой стрим. И никто никогда не подарит подписки. Да мне это и не нужно. Вот вы все здесь сидите, и вы не хотите дарить мне подписки. Оно и не надо. Пожалуйста, блядь, кто-нибудь. Давайте обо всем по порядку. Ебать, кринжа уже, кстати говоря. Пикап, это не только класс автомобиля, или нарицательное имя для идиотских подкатов, а также искусство соблазнения, если что. По идее, которое учит, как знакомиться, нравиться, влюблять и склонять к интиму всех окружающих. Особенно, если они обычные прохожие на улицах. Бля, пиздец, это еблан с гитары, который ходит, он наверняка думает, бля, девочки меня увидят с гитарой. И такие, ебать ты, музыкант! Я знаю два типа женщин, которые падки на это. Одним еще нет 14, а у вторых проблемы с умственным развитием. Оба случая, мягко говоря, не те, которые тебе нужны. А, еще третий, да, цыганки. Но если вы свяжетесь с цыганкой, скорее всего, вас зарежут. Да, потому что там очень строгие обычаи по тому, как девушек выдают замуж. Ну и вообще. Назови меня еще раз колбошлепом, и я отрежу тебе баш... Хотел пойти спать, но ради такого кринжа можно и остаться. Это да. Кроме прочего, это саморазвитие, повышение харизмы, увеличение члена и карт-бланш на мудацкое поведение, очевидно. По идее, пик актуальности пикаперов у нас был еще в году 2013-14. И к тому времени они уже настолько испортили своими, что слово пикапер почти стало синонимом к словам... ...дувачок или фрик. И, собственно, они сами об этом прекрасно знают, поэтому тщательно пытаются шифроваться. Прихожую компанию, а там, допустим, менеджеры, какие-то там директора чего-то, или там бизнесмены крутые... Ты чем занимаешься? А я, блядь, пикапер. Мне проще сказать, я блогер. Я пикап тоже, потому что он слишком клишированный. То есть это может быть предприниматель, владелец онлайн-школы, писатель, блогер. Могу какую-то хуйню вообще сказать. Только вот выглядит подобное, как супермен, скрывающий себя с помощью очков. Ну вы поняли, пикаперы, они слишком пикаперы, чтобы скрыть этот факт. Тем не менее, они все еще хорошо востребованы, обеспечены и интересны людям. Пиздец, блядь! Что ж, начнем с низов и пойдем по нарастающей долг кромешного пиздеца. Как-никак, сначала нужно попробовать оценить информационную... Вставляющую. Привет, красавчик! С тобой Александр Самсонов. И в этом видео ты узнаешь 6 проверенных фраз, чтобы познакомиться с девушкой естественно. И не нарваться на отказ, даже если ты интроверт. Используй обстановку вокруг тебя. Например, спроси про кафе, в котором ты ее увидел. Например, привет, я первый раз в этой кафешке. Может, ты посоветуешь мне, что здесь самое вкусное? Я хочу отметить, это безотказная фраза для знакомства. То есть, ты подходишь к девушке, абсолютно рандомный человек, и спрашиваешь, ну че, как тут доказать, у кого? И, кстати, типа, может быть, вы думаете, я преувеличиваю, да? То есть, звучит как-то глупо, естественно, ты не будешь настолько это вычурно делать. Но вот у меня есть фрагмент, где пикапер-ученик одного из других пикаперов именно это и делает. Просто сидите. А вот и часто? Может, ты посоветуете что тут взять? Салатик. Салатик. Креточки. Чаечки. Вот точно, смотри, в метки. Ну, вот это все. Мы троим занятые. Занятые все. Это было пиздец, как... Кринжово? Кринжово. Какова вероятность, что... Ебать, блядь, сади, да? ...то рандомный человек захочет общаться, и тем более заводить знакомство с абсолютно рандомным странным чуваком, который подошел и начал расспрашивать по поводу ресторана, в который же он сам и зашел. Этот прием невероятно эффективный, но только в том... Бан-слово, окей, окей. В том случае, если ты хорошо выглядишь, заботишься о себе и обладаешь потрясающим стилем, или ты супер уверен в себе и уч... Потрясающим стилем и так далее, бля, я не знаю, он учит. Когда человек этому учит, он подразумевает, что он соответствует этому или нет? Непонятно. ...чти до такой степени, что можешь подавить свое волнение. Просто скажи ей вот это. Привет, я проходил мимо и случайно заметил, что ты безумно милая. Поэтому подошел тебе сказать привет. Меня зовут Саша. Окей, я так понимаю, этот... ...совет отлично подходит для супер уверенных в себе людей. Никаких сумасшедших подкатов или сложных фраз. Просто будь честным и искренним. Супер уверенные в себе люди, которые... И сейчас я продемонстрирую вам эффект Допплера. Допплер. Шо? Коммуникации с общением и знакомствами должны были сейчас это посмотреть, чтобы... Чтобы что? Зачем? Если они и так очень уверены и настолько у них все хорошо, что они прям любой рандомной фразой могут знакомиться и вообще как бы все идет как по маслу. И что это вообще за фраза? Это ли не типичная дебильная пикаперская фраза? Какой в этом смысл? Почему безотказная фраза для знакомства имеет столько... Ну ладно, кстати говоря, чувак, который сказал фразу, типа, я шел мимо тебя, увидел, ты такая миленькая, привет, меня зовут Саша, там, или еще что-то. Это в целом нормальная попытка познакомиться без воебонов особо. Она стандартная, то есть ей у него... этой штуки учить не надо. Но она... я бы, ну, не приебывался к ней. Я не вижу в ней чего-то... чего-то плохого. Столько факторов, которые должны соблюдаться. Просто узнай какую-нибудь информацию. Привет, ты знаешь, во сколько начинается концерт? Привет, а подскажи, где здесь кинотеатр? А где ближайшая кафешка с хорошим кофе? А-а-а-а, как перейти дорогу? А-а-а, где я? А где здесь у твой лет? И хорошо, это, в принципе, похоже на предыдущий совет, который уже был. Но, опять же, какой это хороший предлог для знакомства? Нет, просто завязать диалог и удачно познакомиться, именно с романтической точки зрения. Ну, бомж тоже может познакомиться, который побирается, но у тебя же, наверное, какие-то другие мотивы. Это разные вещи, как бы. И абсолютно случайными рандомными предлогами, типа допросов, расспросов... Полоску сбора. Каким образом ты вообще можешь безотказно и гарантированно осуществить реальное знакомство, особенно если ты типичный подписчик пикапера? То есть, для кого эти советы? Зачем? Почему? Окей, другие советы от того же автора. Как влюбить девушку? 7 трюков, чтобы влюбить за 90 секунд. Привет, друзья, с вами Александр Самсонов и моя замечательная подруга Настя. Всем привет. Да, теперь у нас есть Настя, которая в большую часть времени будет позировать и выполнять какие-то пантомимы, но смотреть уже явно приятнее, чем до этого, по крайней мере. Когда ты встречаешься с девушкой впервые, запомни ее имя и используй, чтобы понравиться ей. Добавляй его к своим фразам и вопросам, чтобы акцентировать внимание на том, что вы теперь знакомы, и она перестанет воспринимать тебя как чужого ей человека. В конце встречи попрощайся и не забудь назвать ее по имени, потому что это сделает прощание более личным. Это, наверное, неплохой способ, чтобы обратить внимание к обращению к человеку по имени. Но, скажем так, вряд ли вы вызовете хоть какую-либо симпатию у него или хоть какую-либо, тем более уж, влюбленность. Тем фактом, что вы просто часто его называете по имени. И опять, не то чтобы я пытаюсь доебаться, я отдаебаюсь. Ну, а можно что-то менее банальное за 8 лет деятельности? Дэйл Корнеги говорил о том, что имя человека — это самый сладкий звук для него на всех языках мира, так что используй ее имя чаще. Ну, и отсылка к Дэйлу Корнеги. Что может быть лучше? Только к Вайтенку, возможно. Вот тогда мы действительно научимся эффективно как никогда не молчать в общении с девушкой. Как дела? Хорошо. Почему хорошо? Дела плохо. Почему плохо? Я прогуляла пару по физике, и мне поставили незачет. Почему ты прогуляла пару? И что бы вы думали дальше? Бля, я помню, кстати, говорят, видос ебанутый от него. ...который уже долгие годы занимается инфобизнесом в сфере соблазнения и знакомств. Для людей, которые уже пересмотрели десятки похожих роликов, для людей, которые, я не знаю, живут в 2020-2021 году, делайте им комплименты. Самый простой, самый быстрый способ получить симпатию девочке почти мгновенно и бесплатно сделать ей комплимент. Вау! Ну, типа... Да ты что? Эй, девки, пацаны, вы сексе? Скиньте мне полтоськ. Сука. Что, блядь? Понимаете, я не представляю просто человека, который не додумается до этого собственной головой. Если ему на полном серьезе нужно много лет смотреть ролики Самсонова, Самсунга, который просто из ролика в ролик повторяет одни и те же банальнейшие вещи, я просто не знаю, ты безнадежен, тебе не поможет ничего. Это, наверное, просто человек, который, в принципе, живет в лесу и делает комплименты только белкам, нахуй. И те его отшивают. Ну, если все настолько плохо, то человеку нужно учиться базовой коммуникации какой-то. А какие дебильные комплименты тебе делали? Зачетные сиськи. Че, не нравится такой комплимент? Ужасный, такой вулигарный, дешевый, нет. А если бы говорили, классные сисьандры, или отличные шары. Да нормальные комплименты, что ты гонишь, да? Багажник, будь здоров, блин, и вообще сисьандоповый. Мое почтение. Кстати, переходите по ссылочке в описании. Закрытый курс для избранных в 10 тысяч долларов. Совет, как соблазнить любую женщину за 5 секунд. Как надо сказать, что девушки классные сиськи? Как тебе нужно сказать об этом? Самая потрясающая фигура, что я... У тебя денег не хватает из-за шмоток уже? Да, я уже все проебал, чат. Вы еще, блядь, столько одежды накупил, что пиздец. Нет, фигуры это все. Сиськи давайте. Лучше тогда не акцентировать на сиськах. Что ж, главное мы уже узнали, в комплекте остается зрительный контакт. И, конечно же, это твоя улыбка, мой друг. Ну, если вы совсем обезбашенный, можете еще отзеркаливать субъект соблазнения, это окончательно вскружит ему голову. Бинго, теперь ты обычный человек, который знает самые базовые вещи, которым обучают в социуме. Теперь осталось только купить курсы за несколько тысяч, для того, чтобы узнать то же самое, это... А поскольку у Александра еще и свой магазин одежды, естественно, он к тому же эксперт номер один в России по мужскому стилю и построению отношений. Причем таким он был еще в 2015. Ебать, блядь. Девки, вы когда видите чуваков, которые вот так одеты, это... Ну, это же... Блядь. Сука, это же... Не сексуально абсолютно, я не знаю, ну это прям вот прям... Да, это плохо. Ну это плохо. Уже с тех пор модные спецслужбы следят, чтобы он не превышал допустимые нормы постельности. Соответственно, пропорционально желанию продвинуть магазин, этому пункту во всех роликах придается повышенное значение. Наш стилист всего за 30 минут подберет тебе готовый образ из модной одежды, в которой ты станешь привлекательным. Начнешь моментально нравиться девушкам и получать комплименты. В новом образе девушки начнут замечать тебя. Влюбляться в мир, влюбляться в мир, влюбляться в мир, переоценивать, ибо, как сказал Миша-психолог, даже симпатичный заключенный в тюремной робе способен выглядеть лучше, чем эксперт номер один по стилю. И тем более, без соблюдения некоторых других переменных этот эффект может быть настолько слабым, что почти нулевым, к сожалению. Причем особенно смешно, что в рекламных роликах этого же чувака услуг по созданию стиля для клиентов некоторые клиенты выглядят после создания уникального стиля от эксперта номер один даже хуже, чем они выглядели Ну-ка! Подожди, подожди. Почему он такой грустный, блядь, тебя всех трех... Вот. Реально Ланнистер, Ланнистер, который подрос, блядь. Типа, это просто выглядит странно и нелепо. Ну, то есть, ты видишь, что у них какой-то универсальный лук для каждого из людей. Но некоторым он просто не подходит. Окей, более культурного дерьма я уже давно не видел, но напомню, этот чувак занимается подобным уже много лет и повторяет из ролика ролик одно и то же. Почему люди смотрят это и продолжают покупать его курсы для меня еще большая загадка, чем то, почему вообще существуют все еще пикаперы. Но давайте попробуем дать им шанс и посмотрим другого автора, как стать мужественным. Ну ладно, это было не супер кринжово прям. Так, легенько кринжово и вправду. Средний уровень кринжа, ну, даже легкий, я бы сказал. Мужественность для современных парней. К слову, тоже вот ветерана бизнеса. Мужество, в моем понимании, это совсем не то, что ты привык думать. Например, о том, что нужно уверенно ходить ночью в темном переулке или же, что ты должен заниматься единоборствами. Конечно, такого нет. Ого, возможно, это будет действительно наконец-то какой-то менее стереотипный, какой-то стандартный взгляд на стандартные в этой сфере вещи. Итак, мужественность это демонстрация своих привлекательных мужских качеств. И это отличается от того, что делает женщина по природе. «Ой, блядь» «Прости, тамагачи, дальше ты сам по себе» «Я только что увидел, нужно нахуй убрать, блядь, эту гифку за две тысячи рублей. Пиздец, я только что заметил». «Мужчина – это создатель. Женщина лишь потребляет» «И, И, на мой взгляд, это тоже неплохая роль, потому что ресурс, который создал мужчина, нужно куда-то деть. Тогда кто же покупает все эти дебильные курсы и все еще поддерживает нашу финансовую состоятельность? Ну, скажем, все вот эти вот большие пирамиды, наверное, построили мужики. Они пришли, три девочки такие, давайте построим крути мужиков. Хотя и такие в современном мире есть. Мужчины созидают, женщины потребляют. Ну, я, конечно, не буду напоминать, что мы уже не в 18 веке, но все же, даже в 18... В 18 веке мужчины знали, что женщины способны созидать. Мне кажется, даже такая супер-нахуй очевидная вещь, как деторождение, ну, в принципе, является созиданием в какой-то мере, возможно, с погрешностями. Конечно же, ни в какую ровень с пикап-тренингами. Но, извините меня, причем я не пытаюсь быть профеминистом, что мне, кстати, часто приписывают. Я просто за здравый смысл, ребят, окей? Второй совет, как тебе стать более мужественным, это некий... Нихуя пизда ты видишь. Мужские активности. И любые мужские активности, это те, которые связаны с выходом из зоны комфорта, с выходом из дома. Если женщина, это домашний очаг, и она сидит... То есть, понятно, блядь, если вы сидите и играете в доту, то вы, получается, сидите дома, а дома домашний очаг. Значит, де-факто вы женщина, если вы даже мужчина. Понятно, блядь? Понятно, блядь? Поэтому все ваши тиммейты в доте, девочки... Да, 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 нет. Мужик должен, понимаете, что делать? Он должен покорять Эверест, бля, не знаю, там, трахаться в бане с другими мужиками. Должны заниматься разными вещами, выходя из зоны комфорта, не знаю, там... Обмазываться говном, кататься по луже. И ты никуда не выходишь. Бля, я не могу, чувак, ты прямо сейчас выходишь. А если я зарабатываю, играю в доту? Учитывая, что у тебя нет платной сапки на этом канале за 130 рублей, а ты, дорогой мой, блядь, отслеживаешь меня уже с 8 июля, то ты нихуя не зарабатываешь на доте. ...ходишься в окружении женщин такой... За 104, блядь, даже. ...в этом смысл. Женщина — это домашний очаг, мужчина — это активность, есть какие-то мужские дела, женщина сидит дома, почему ты не замечаешь этого противоречия? Мы что, живем в патриархальном каком-то, в манемирке, в вакууме, в котором женщины до сих пор хранят какой-то нахуй домашний очаг, шо это вообще такое? Когда мы ездим на мальчишники с ребятами, мы обязательно делаем некую мужскую активность. Например, с такой скалы это мог бы быть прыжок, банги, джампинг, или полет на дельтаплане, или ближайший мальчишник у нас в Сочи, и мы будем прыгать с самой высокой тарзанки в мире. Что ж, именно потому что женщины это хранят... Блядь, что за хуйня он несет, блядь, пиздец? ...домашнего очага, который никуда не выходит, они с тобой находятся в большинстве в этом походе. А поскольку мужчина — созидатель, а не потребитель, он смотрит курсы по пикапу и прыгает с тарзанки, чтобы, естественно, созидать прыжки, блядь, что? Что созидать нахуй? Окей, до этого у нас были мужские активности, а теперь поговорим о женских. И, на мой взгляд, очень важно мужчине бывать в женских активностях, чтобы знать, что такое плюс, что такое минус. Ну, к примеру, сейчас я нахожусь в йогатуре, и, разумеется, здесь одни девочки, и я один мужчина среди них, и для меня это как курятник. И я всячески стараюсь показывать себя мужчиной здесь. То есть быть не таким, как они. Именно потому... Ах, блядь! Но он приехал показывать, что он секси, понимаете? Чтобы девки на него драчали. Он, знаете, этот чувак, он из тех типов, которые ведут себя как ебланы, и он думает в голове, что сейчас на него смотрят девки, или, например, потом его обсуждают, и думают, какой же он охуенный. А на самом деле его либо не обсуждают, а если обсуждают, думают, что он долбоеб. Такой, типа, чувак, который... Да, как подросток какой-то 15-летний. Ну, прям имбецил. Потому что, как было сказано буквально несколькими минутами ранее, нужно быть, а не казаться. Мы будем демонстративно делать что-то противоположное женским действиям, чтобы выглядеть более мужественно. Например, ужить побольше каши, или идти в другую сторону, чтобы эти женщины, блин, знали, какие мы мужественные. За завтраком они съедают по одной тарелке каши, я демонстративно съедаю две. Или они едут... Бля, какой же он тупой, пиздец. ...этой дорогой, а я сейчас отдельно, чтобы записать для тебя это видео. Так что в итоге... Они подошли к обрыву и не стали с него прыгать, а я... ЕМАНЫЙ БРОДИ! ...нужно демонстративно себя вести по мужеству, потому что женщины понимали, кто тут мужчина, а то хуй они определятся, блядь. В принципе, запутаться трудно, когда ты смотришь на типичного пикапера, и, в общем-то, тут очень неопределенная картина. Если он не будет вычурно себя вести, ну, можно перепутать, в принципе, с кузнечиком, или просто с бревном. И да, ребят, стоит ли говорить, что это буквально уровень мышления ребёнка, который не имеет базовых каких-то представлений о логике, причём хотя бы на бытовом уровне. Столько несостыковок за такой короткий промежуток времени, это, блядь, надо уметь. И в этом весен по контенту пикаперов. То есть для кого это вообще? Для ребят, которые молодые, неопытные, имеют какие-то зажатости и так далее, возможно, на эмоциональном уровне это может положительно повлиять, хотя на всех остальных уровнях, мне кажется, станет хуже. Для взрослых 30-летних инцеллов, у которых проблемы с женщинами за долгие годы они как-то не очень научились с ними взаимодействовать, ну, наверное, тоже нет. Потому что тут ещё меньше смысла. Если человек уж тем более слышал хоть что-то... Он там в поле срёд, блядь. ...кто-то про психологию, хотя бы краем уха. Ну, тут вообще как бы запущенная ситуация. Я думаю, здесь его в принципе... Он, наверное, когда войдёт куда-нибудь в женскую, не знаю, там, спальню и случайно увидит, как женщина ублажает себя с помощью вибратора вагинально, он сделает то же самое, только в анус себе, потому что он мужчина. А что осуждать-то? Делать нечего. Впрочем, помимо объяснений, как базово коммуницировать и сомнительных размышлений о личном позиционировании, вот, например, чувак учит, как заниматься сексом. И это самый странный дядь, который я когда-либо видел. Вот это, блядь, интересно! Ну-ка! Можешь вот так ходить, можешь лечь на неё и вот так вот полностью входить глубоко. Да ладно! Можешь лечь вообще на неё, обнять. Да ладно! Закидываешь её ноги себе на плечи и вот так вот её трахаешь. Не обязательно так. Можно закинуть вот так, и это уже ты под другим углом, и её по-другому выгибаешь. Ты можешь трахать жёстко, потом ты можешь трахать её более нежно. Да ладно! Дальше, что здесь есть ещё? Здесь есть её попочка. Ты берёшь, сменявишь себе пальчик и засовываешь пальчик ей в попочку. Нихуя с ней, блядь! Занимаешься сексом, говоришь ей тут куча разных вещей. Целуешь ей, засовываешь свой язык в её рот. А ещё главное... Ебать, блядь! Я соболезную всем женщинам этого сверхёбаря, начиная от засовывания пальчика, блядь, в попу, которую он советует, имбецилы его посмотрят и подумают, что каждой девочке это нравится. Во-вторых, блядь, имбецилы его посмотрят и подумают, что если ты трахаешь женщину в миссионерской позе, ей нужно говорить всякую хуйню обязательно, что тоже далеко нравится не всем. И более того, хоть поцелуи и являются проявлением чувственности определённой и желанием, желание поцелуи во время секса тоже нравятся не всем женщинам. Причём это не какие-то редкие случаи. Такую хуйню может спиздануть только чувак, который, может быть, трахался один раз в жизни. И весь его опыт заключается в этом одном единственном половом акте. Где его девушка попросила всё это сделать, и теперь он думает, что это хуйня, которая нравится всем. А в реальности всё может быть очень просто. Что если ты с девушкой занимаешься сексом, у вас доги стайл, ты её трахаешь, и внезапно начинаешь засовывать ей немного палец в задницу, а ей это не нравится, женщину очень легко сбить с сексуального настроя. И девушки не идут собрать, что с этого момента, вплоть до самого конца, она может нормально не сконцентрироваться, и от секса не получит вообще никакого удовольствия. Она, блядь, будет просто выбита, нахуй этой хуйнёй, и, блядь, просто ждать, пока ты кончишь. И весь твой половой акт закончится тем, что ты будешь думать, что ты охуенный ёбарь, блядь, а она будет думать, что больше с тобой никогда не увидится. Потому что ебёшься ты, как дегенерат. Просто пиздец, блядь. Ну, а про то, что жёстко, блядь, и не жёстко, это вообще гениальное решение, и в охуеть папаша, блядь. Просто пиздец. Касательно жёстко, кстати говоря, вообще нужно быть аккуратным, потому что размер члена у всех разный, девушка может находиться в разной степени сексуального возбуждения, а это напрямую зависит то, насколько она чувствует член внутри. И если она ещё недостаточно разогрелась, и вы начнёте её прямо жёстко ебать, а у вас ещё хуй не самый маленький, то вы просто и сделаете больно, блядь. То есть она будет испытывать невероятный дискомфорт от полового акта. Короче, это все вещи, которые нужно как бы чувствовать во время секса, и может быть даже как-то ну, обговаривать прямо во время секса, ну, вот так вот, между. Ну, чтобы человеку было комфортно. Потому что если секс теряет ощущение комфорта, вы теряете ощущение возбуждения, наслаждения и так далее. Если секс некомфортный. Это относится как к мужчине, так и же к женщине. И соблюдать вот этот вот комфорт во время полового акта, он пиздец как важно. Потому что как только один из партнёров его теряет, от того, что ты хуй суёшь куда-то, лучше не становится. Не тебе, блядь, не ей. Так что, блядь, просто конченый еблан, блядь, пиздец. Ебучий, блядь, блядь, просто имбецил. Блядь, просто имбецил. Показывает, блядь, как женщин трахать. Долбоёбище. У меня три сантиметра, всё норм будет. Ну да, гигант десять сантиметров. Блядь. Можешь дать совет тем, у кого ни разу не было. Блядь, ну тут, на самом деле, какой совет дашь? Ну, блядь, никакой. Не бояться, наверное, для начала. Вот что я дам совет для тех, у кого ни разу не было. Не нервничать. Самый лучший совет. Если вы будете очень сильно нервничать перед первым половым актом, может случиться так, что у вас не встанет хуй. Не потому, что вы импотент и у вас проблемы какие-то, а потому, что нервная система так работает, вы реально можете не возбудиться. То есть у вас, из-за вашего невероятного нервов, у вас девушка будет прям голая. Прям, не знаю, будет пытаться на члене прыгать, он у вас реально не будет стоять. Если вы думаете, что обязательно встанет, нет. Поэтому я советую в первую очередь не нервничать. Вот максимально абстрагироваться как бы и не бояться. Это прям самый главный совет. Потому, что если у вас будет первый половой акт и вы не сможете совладать вот с этими эмоциями и у вас не встанет член, то девушка может, например, быть неопытной или плохо отреагировать. Вы можете от этого еще больше перенервничать. Суть заключается в том, что вы можете получить на достаточно долгий промежуток времени проблему, с которой вам реально придется справляться. То есть из-за которой у вас реально не будет стоять член во время секса. Из-за вот этого страха ожидания того, что у вас один раз не встал, вы будете об этом думать и он у вас опять не будет вставать. То есть это прям может создать для вас огромнейший комплекс. Поэтому в первую очередь это вот этот вот совет. Второй совет. Не пытайтесь трахать девушку так, как в порнухе, когда вы трахаетесь первый раз. Вы не сможете. Не пытайтесь. Это и не нужно. Вы можете думать, что ее нужно обязательно каждый раз, когда вы трахаетесь женщиной, что ее нужно обязательно как минимум пять пост сменить и трахнуть ее вот так настолько по-разному, что прям пиздец. Нет, нихуя, это так не работает, чуваки. У вас может быть секс и в одной позе весь, от начала и до конца. Суть немножко вообще не в этом. Поэтому когда у вас начинается первый половой акт, не пытайтесь впечатлить девушку. Не нужно пытаться там, не знаю, хоть как-то там, не знаю, хоть как пытаться привертеть еще что-то, ничего хорошего из этого не выйдет. Особенно учитывая, что вы будете неопытны, вы банально не сможете даже ей помочь занять правильную позу. Вам со стороны может казаться это просто, но на самом деле в процессе этот сучонок жрет, но на самом деле в процессе самые вот эти простые вещи банальные, они могут создать проблемы из-за того, что вы плохо чувствуете партнера и сами еще никогда этого не делали, вы можете закринжовать там, неправильно помочь ей ногу разместить, еще что-то, это может немножко сбить, то есть такие будут запинки глупые, которые блять вообще ни к чему, так что да, не пытайтесь трахать девушку как будто вы охуенный ебарь, и третий совет, не пытайтесь первый трах, если вы неопытный, пытаться отлизать девушке, у вас не получится, клитор ебать какой сложный механизм, если вы видите порнухи, как чувак делает так, это так не работает, нет, ей будет хуево, нихуя, нихуя, все гораздо сложнее, отлиз клитора и так далее, это прям вот хуйня, которую вам нужно уже практиковать, наверное, с девушкой, которая сможет вас направлять, и когда у вас уже уйдет вот эта вот первая притирка, и она уже будет к этому нормально относиться, она вас немножко направит, вы один раз попробуете, поймете, как ей хорошо, и сможете уже потом делать это без ее направлений, но ни в коем случае не пытайтесь блять лезть туда и начинать наяривать так, как будто вы блять тарелку нахуй облизываете после клубничного соуса, будет полный пиздец, она нихуя не получит нормального, она будет постоянно сбиваться от возбуждения, блять, вы будете нахуй лезть языком и делать вообще непонятно что, и будет опять же полный пиздец и кринжатура, которая ни к чему хорошему не приведет, вот короче три совета вам блять просто просто поверьте блять старику ебаному нахуй понятно? ты понимаешь что чату рассказываешь о сексе на фоне космоса? потому что секс ребята это космос на самом деле нет нихуя я бы даже сказал что в целом секс достаточно беспонтовая хуйня ну как бы беспонтовая типа дохуя обычная короче попомните мои слова наступит время когда вы уже найдете там у вас будет уже половая жизнь какая-то там с девушками наступит время когда вам предложат секс а вы никуда не пойдете и никого трахать не будете потому что вам лень попомните мои слова вот как только у вас начнется половая жизнь через какое-то время вы поймете о чем я Серега а если например чтобы добавить контраста по поводу отлизывания у меня язык гладкий а у кота шершавый если я его позову на помощь норм тема кстати говоря блять а хуй знает но если ты родился с уродством нету тебе не предложит никто секса но тут конечно я не буду говорить что у каждого человека бла-бла-бла тут зависит от того какие у тебя физиологические отклонения есть действительно существует ряд физиологических отклонений которые могут помешать найти партнера это правда глупо это отрицать но большинство физиологических каких-то отклонений или нюансов в вашем организме вы крайне сами преувеличиваете на самом деле они незначительны и да какие-то девушки могут на это обратить внимание и сказать типа бля но большинство девушек забьет на это хуй многие мужики продают значение очень разным вещам но на самом деле на самом деле спектр возбуждения и сексуальности он не только идет от вашего физического внешнего вида я бы даже сказал что он лишь частично идет от него он очень сильно идет от того как вы себя подаете и кем вы являетесь то есть как вас воспринимает девушка вот например вы нормально выглядите при этом у вас есть определенный характер чувство юмора какие-то черты и это вот целиком создает образ ваш и она хочет чтобы этот образ ее трахнул ну грубо говоря то есть происходит такое прям желание возбуждение то есть вот вот вы ее понимаете как бы берете то есть вот такой такая вот вещь то я могу сказать одно что например для секса недостаточно быть просто красивым мужчине то есть это наверное достаточно когда ты 15-летний парень но когда ты уже более взрослый женщина просто скажет да ты красивый но ты не сексуальный то есть сексуальность это немножко такое комплексное совокупность факторов ты не можешь быть красивым и тебе все дают типа ты нет красивый не равно сексуальный вообще нихуя то есть это такая ну вы поняли так что касательно касательно этого физических отклонений каких-то там ну вы поняли вы просто большинство из вас преувеличивает их но да конечно бывают такие вещи которые могут помешать найти партнера а что делать если в первый раз моментально кончишь какой кд у члена что делать неловкую паузу на самом деле перезарядка индивидуальная черта у мужчин если ты кончаешь очень быстро это нормально потому что ты можешь быть очень сильно возбужден и девушка должна это понимать если девушка неопытная ну типа ей будет как бы похуй по сути а если девушка опытная она знает это то есть на самом деле это нормальная ситуация мужчина может быть очень перевозбужден также влияет еще фактор сколько у тебя не было секса до этого мастурбировал ли ты до этого и прочие вот эти вот всякие штуки если у тебя накопленная сексуальная так сказать вот такое вот сексуальная энергия которую ты никуда не вылил то конечно когда девушка разденется допустим не было долго секса ты будешь ну достаточно взвинчен сильно скорее всего и это конечно повлияет на длительность полового акта то есть ты скорее всего кончишь очень быстро но это не проблема как я уже сказал ты не знаю в среднем перезарядка наверное идет около 5 минут может быть плюс-минус чтобы прям вот нормально отлечь и после этого ты можешь продолжить заниматься сексом это нормально абсолютно и все и уже тогда ты как бы уже быстро не кончишь и все вот как-то так то есть это нормальная штука не стоит переживать по поводу того что вы быстро кончили в первый раз это не проблема как все сложно на самом деле вообще ничего не сложно все очень легко честно говоря а сколько секс идет в среднем при достаточной степени возбуждения и расслабленности и если мы говорим о исключительно фрикциях без прелюдии и так далее то непрерывная так сказать ебля прям вот непрерывная при как я уже сказал комфортабельном сексе с достаточной степенью возбуждения я думаю идет в среднем ну не знаю от 5 до 10 минут то есть фрикции то есть непрерывных а в среднем половой акт может идти где-то минут 20-25 но туда входят прелюдии всякие вот такие вот вещи то есть вот где-то около того чего ну да я открою вам секрет если вы если вам ваш друг рассказывает как 3 часа подряд ебет бабу и она 500 раз кончила то это первый знак того что он никого никогда не ебал в реальности все немножко по-другому работает не забывать дышать при этом потому что если человек не дышит он может умереть доцент спасибо зачастую алкоголь может продлить акт алкогольная алкоголь продлевает половой акт потому что затупляет нервные эти почему во время алкогольного опьянения когда тебя бьют ты не чувствуешь боли потому что он действует вот как на нервные эти штуки окончания поэтому когда ты находишься под алкогольным каким-то частичным опьянением половой акт безусловно будет более длительным потому что чувствительность головки и прочее будет понижена соответственно тебе нужно больше раздражителя для того чтобы прийти к финалу и соответственно ты дольше трахаешься мы все записали лучшая лекция в моей жизни но если вы думаете уже ничто не превзойдет уровень заявленного кринжа я вас обрадую нет ребят это только начало собственно и мы подходим к моменту ради которого вообще я решил записать весь этот ролик потому что мы сейчас будем рассматривать пикап подходы сигнатурная фишка великих профессиональных соблазнителей которая удивительным образом до сих пор существует в 2021 году и до сих пор практикуется что сносят меня башню вдвойне и это одно из самых кринжовейших явлений которые я в принципе когда-либо видел пожалуй именно вот это вызывает у меня больше всего вопросов недоумения и я отобрал несколько роликов я их не видел только краем глаза буквально минуту-две и то мне тяжело было так что сейчас ребят мы погрузимся в этот ломут вместе и вы поймете о чем я поехали привет можно сразу вопрос быстро тебе сколько тебе лет ты мне кажется очень молодой вдруг меня посадят разговор с тобой знаете есть два типа блогов которые я особенно не люблю это пранки и потому что пранкеры социально опасные идиоты и судя по всему пикапы по примерно той же причине тебе уже есть 16? тебе 15? 17 подходит какой-то левый хер блять пиздец реально это хуёвое знакомство доёбывает и предположим ты действительно 15-летняя школьница и такой а сколько тебе лет мне кажется меня посадят за разговор с тобой если кому-то это когда-то поможет нормально познакомиться наверное только в психбольнице если это не кринжовая хуета то что вообще скажите мне я просто не знаю ну типа сидите вы просто никого не трогайте приходит какой-то придурок в кепке с гитарой и начинает докапываться кому это вообще может понравиться ну серьёзно мне даже смотреть на это неприятно а если бы я был на месте этой девочки ну мне было бы вдвойне неприятно наверное 15-й скорбучно ну скоро да скорбучно я угадал прикольно чё с ногой случилось бля пиздец ей скоро будет 16 я в ахуе этот гитарист кстати ещё доёбал нойза после того как тот закинул косарь этому парню за кавер и он продолжает до неё доёбываться чё с ногой а где ты из туалета а как выйти вот это девочки пошли ты вообще чё заказать в кафе ты давно здесь сидишь собственно дело в том что я пикапер а корень из четырёх кстати знаешь ну так просто спрашиваю тебя я ничего не хочу просто сел доебался и начинаю задавать странные вопросы без какой-либо цели я нормальный человек как тебе кадриль классно расскажи кадрить? как тебе классно кадриль тебе прям понравилось ты такая блин вообще покайфанула я тебе точно расскажу почему? ну потому что я тебя не знаю с чем можно сказать потому что ты какой-то странный стрёмный хуй который доебался до несовершеннолетней девочки вот мне рассказывала девочка типа парень сказал ну типа короче сказал так вот держи дай руку держи ну дай руку куда я тебя положу расправь руку я тебе кое-что положу в руку куда ты так вот берешь предметы вот а потом взял так вот и они пошли за руку это прикольно и типа что я там секретное что-то тайное для этого надо знать людей блядь и бать она его скипает пиздец прочувствуйте эту неловкость момент да да это состояние в котором живут пикаперы неловкость это не какое-то чувство для них это вся жизнь блядь и да да для этого нужно знать людей особенно если ты 16-15 16-летняя девочка к которой пристал какой-то абсолютно левый хер со стрёмными предлогами типа это очевидные социальные нормы какие-то понимаешь возможно ты о них не слышал но это они что ж в итоге попытавшись познакомиться с девушкой он предложил ей взять за руку случайную рандомную проходящую другую девушку и начал ее подъебывать экстренных? экстремальных? ебануция экстрим да? куда может быть лучше вообще? казалось бы формула успеха выполнена максимально но нет вот смотри смотри у меня стой на минутку стой у меня есть для тебя кое-что дай руку не, ну не бойся не, ну как я тебе положу вот эту руку дай вот эту, нет вот эту, да раз смотри, это мой медиатор а вот так вот расправь расправь пальцы все, пойдем блядь забавно, что у него не получилось с первого раза потому что я держала вот так руку по пикапу просто взял за руку рандомную женщину на улице которая не понимает что происходит мать твою а теперь конкретно момент за который я истинно ненавижу пика все любовь мы ну с тобой мы теперь идем как парень девушка гулять по парку горького как тебе такой вариант а если у меня есть парень у тебя есть парень? да блядь 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 не тянули ее блядь ее блядь ее блядь вещи бы оказались за дверью охуеть подходит к вам короче телка такая телка берет руку вам под футболку засовывает сзади и обнимает вас такая пойдем зайка а ты с ней идешь такой говоришь ну вообще-то у меня есть девушка там там еще что-то блядь ну то есть не такой просто чистый идешь нормально чё-во чё нахуй блядь чё блядь чё блядь чё блядь сейчас он есть Девушка, гулять по парку Горького. Как ты такой вариант? А у тебя есть парень? У тебя есть парень? Да. А сейчас его нету? Сейчас нет. Ну все, тогда не парься. А, ну типа сейчас с ней его нету. Сейчас я твой парень. Он есть, но с ней сейчас его нет. И что самое забавное, в итоге она действительно ему дала свой номер. Ну хорошо, Даша. Хочешь, мы с тобой просто меняемся контактами, и там попозже увидимся, прогуляемся? Ну давай. Все, давай. Давай, пока. Режим Бога! Ва, чувак. Вот это повод для гордости. Если тебе 15, и ты мудак, асоциальный, либо если ты пикапер. Возможно, конечно, вы действительно нашли друг друга, учитывая, что у нее есть парень, и ее ничего не смутило. Люди бывают разные, тут вообще. Я слишком консервативен для такого. Спору ноль, как бы понятно, у каждого свой путь. Я даже не буду говорить про какую-то там солидарность мужскую, не важно. Хотя бы элементарные правила вежливости, приличия. То есть, вообще что-то присутствует здесь. Если ты услышал, что у девушки есть парень, то есть, это хорошая идея продолжать дальше с ней знакомиться, и продолжать гнуть романтическую линию. Это постанова уже не похожа, по крайней мере. Бля, на самом деле, к сожалению, это могучи завалить свою ебало. Как его? На самом деле, такое, блядь, случается. Пиздец, такое реально случается, и... Мне тут вообще одну историю рассказали, вот, относительно недавно. Не буду говорить, где действие происходит. Ну, потому что, мало ли. Суть в том заключается. Короче, был один чувак, который подкатывал к одной тёлке. И эта тёлка с ним ходила на свидание. И этот чувак уже думал её ебать, блядь. Но оказалось, что у этой девочки есть парень, и он живёт в Испании. Но этот парень думает, что у них любовь, морковь. Но она... Как его? Она ходит на свидание. Вот такая вот хуйня. Да, и парень этот её не трахнул только по той простой причине, что он ходил на свидание с ней, когда там была проблема у него на его стороне с девушкой. Ну, там, короче, такая себе история. И они, типа, теперь вместе опять. Ну, этот парень со своей девушкой, а я такого пошла нахуй. Но я к тому, что это как пример того, как девушки... Ну, вы поняли, бывает. И суть заключается в том, что... Он в другом парень... Городе этот парень у неё. Но она вот, блядь, нахуй клала на его чувства и так далее, блядь. Вот тусит, блядь, с какими-то чуваками. Ну, вообще полный пиздец. Так что... Да. Причём у девушки, которая абсолютно случайным образом 12 секунд назад тебе встретилась в парке. Сейчас я скажу очевидную, но не для всех вещь, что познакомиться и завести на кураже каком-то эмоциональном романтический коннект очень легко. Удерживать и развивать отношения очень трудно. Да. В принципе, нет никакой ценности в том, что ты выцепил абсолютно рандомного человека и каким-то образом просто в недоумении заставил его сделать определённый алгоритм действий, который ещё не был заготовлен у тебя заранее. Больше того, даже если речь идёт о соблазнении, в этом мало ценности, потому что ты никаким образом не развил эти отношения, никаким образом не развил этот коннект, и вы просто сходу в тот же момент попрощались. Возможно, если она очень ветренная и ведомая, она придёт в себя, осознает свои действия. Скорее всего, ей это не понравится и, возможно, будет даже немножко стыдно. И ничем, собственно, это не продолжится. Рассказываю анекдот. Самый не смешной в вашей жизни. Подходит как-то пикапер в торговом центре к девушке. Чем ты занимаешься? Что ты делаешь? Как зовут тебя? Соня. Раду, очень приятно. Как? Раду. Естественно, делает свои типичные пикаперские штуки, типа, эй, ваши родители не пидоры, не петарды. Ай, осуждаю высказывание этого долбоёба в шапке. Ну, не этого, этот прекрасный, вот этого, блядь, на фоне, в очках, который сидит. Осуждаю высказывание, блядь, да, нахуй. Отвратительный молодой человек, тьфу, блядь, ему на очки, надеюсь, он их протрёт. Осуждаю, осуждаю. Вот это всё? Ну, что, блядь, без денег на грех? Не раздельно, нельзя так разговаривать, ай-яй-яй-яй, плохо, в современном мире... Она очень спешит и, как бы, не хочет тратить время на идиота. Спешишь куда-то, я, может, это надежу? Да, по друге на день рождения. Ну, не сегодня, а завтра, я ей подарок покупала. Покупала? А сейчас как у тебя по времени? Сейчас, наверное, побегу, потому что у меня завтра традутся с собой. Оказывается, что у неё ещё и есть муж. Почему нету парня, который сейчас носит это? У меня есть муж, но, как бы, и скоро, я думала, его не будет. Но пикапер на этом не останавливает. Какого хуя, блядь, какая-то пизда, разговаривая с рандомным чуваком, рассказывает о том... Ну, у них, видимо, какие-то проблемы, может быть, семье, я, конечно, хуй знает, но, блядь, всё равно... ...станавливается, продолжает продавливать свою мужскую позицию. И очень хочется получить контакты замужней женщины для того, чтобы общаться. Потому что, видимо, ему не с кем больше общаться, кроме как с случайными замужними женщинами в парковом центре. Можно, в принципе, просто посидеть, пообщаться. Вот так. Ну, хорошо, только номера я не даю, давайте в контакте. А я не переписуюсь вообще. Вообще? То есть сразу звоните. И развязка этого, безусловно, не смешного анекдота в том, как он пытается работать с возражениями её. Хорошо, давай возьмем твои контакты. Мы с тобой... Я... Не спишемся. Мне кажется, я просто тебе наберу. В какое время удобно? Лучше не набирать. Не набирать? Я же говорю, телефоны я так сразу не даю. Не даёшь. А как мы с тобой свяжемся? Мы же договорились с тобой сейчас... Соцсетях, например. У меня нет соцсетей. Тогда иди нахуй! Зачем ты вообще кому нужную? Без своих соцсетей, со своими соцсетями. А, смс запретили, да? Уже не модно? Хватит приставать к случайным людям, которые ещё и заняты, которые ещё и спешат, которые ещё и замужем. Каким хреном вообще? Каким бы, блядь, ты пикапером не был? Это, в принципе, должно работать. То есть... Посмотри на меня, Соня. То есть ты из-за принципов, да? Из-за принципов готова сказать нет. Да? Да! И она даже ничего не теряет. Но это же принципы, правильно? Твои? Я не даю. Хотя человек тебе понравился. Ну скажи мне, я... Ну подожди, я тебе понравился? Вот именно потому, мне было интересно общаться. Ну, интересное общение было. Если интересное общение, да, то возможно оно в дальнейшем тоже будет интересно. Правильно? Но ты готова пойти на принципы? Потому что многие сказы говорят о том, что, блин, девушка не должна давать телефон при первом знакомстве? Нет. Уже, какой вообще смысл в том, что он несёт? Так к чему вообще это клонится? К тому, что... Блядя, он вообще... Не нужно следовать каким-то... Сделай разбор какой-то её, блядь. Принципам. Мне кажется, это только отталкивает. И как раз-таки изменять из-за того, что какой-то придурок рандомный переглянулся там или что. Или... Я не понимаю, к чему ты ведёшь? Это самая тупая работа с возражениями, которую я видел вообще за последнее время. Даже в топ-шопе новички лучше работают с возражениями и паривают кастрюли или сковородки бабками. Личное что? Что человек будет названивать тебе или что? Что у него есть мой номер, то есть ещё один шаг... Я... посмотри на меня. Мне не нужен твой телефон. Вообще. Ты не понимаешь? Я могу тебя отпустить и всё. Это закончить. Можно я это говорю? Ты можешь уйти. Ебать! Она его... Но интересно, это же общение. Если у тебя есть общение, то можно продолжить его. Мне неинтересен твой контакт. Мне интересна ты, в первую очередь. Господи, тут никто в этом не сомневается. Мы все это видим настолько, что вот уже 10 минут, а большая часть была за кадром, чувак просто докапывается до человека и не может от него отстать. Если вам интересно, тогда можно поделиться соцсетями. У меня нет соцсетей, ты понимаешь? Нет соцсетей. Ты готова из принципа? Вот ты очень интересная. Иногда я у вас женщин, правда, не понимаю. Я думаю, не поймёте. Я тогда просто, ты знаешь, я не буду тратить свою энергию. Я просто пожелаю тебе всего хорошего. Да, до свидания. До свидания. Блять, найс! Господи, спасибо, что это не работает, потому что если бы это сработало, я, я не знаю, я просто уже разочаровался окончательно в людях. Более тупорылого подхода, работы с возражениями, аргументации, умение вообще формулировать и доносить свои мысли, я не видел давненько. Хотя, возможно, я повторяюсь, но, извините, тут это просто невозможно не повторяться. Именно в этом проблема. Понимаете, когда ты подходишь с шаблонными идиотскими фразочками по типу «Мне не нужны твои контакты, дедка, мне нужна ты». О чём ты говоришь? Вы 10 минут знакомы. Она замужем. К чему это вообще? Эти идиотские, абсолютно неестественные попытки завести какое-то общение с абсолютно случайными предлогами. Если у вас когда-то, я не знаю, было нормальное общение с людьми в социуме, это вам с большой вероятностью покажется, ну, как минимум, странным, да? В лучших случаях. И маловероятно, что это как-то заинтересует, кроме как из-за своей спонтанности и абсурдности. Это невероятная просто наглость, когда ты считаешь всех людей, которым ты доебался, должных себе по какой-то причине абсолютно неведомо никому, кроме тебя самого. Это всё самые верные способы не знакомиться и соблазнять, а просто позориться и унижать. Я уже сделал больше 5000 знакомых. Даже намного больше, ребят, правда. Я не читал. Я занимаюсь этим уже больше 6 лет. Я не знаю почему, но вот у пикаторов и пранкеров это почему-то очень распространённое явление. И вот первые, например, регулярно наглеют вот до такой степени, что пытаются отнимать чужих девушек, пытаются как-то их байтить там и так далее. Сказать, что это просто неучтиво, некрасиво по отношению к парню, некрасиво по отношению к девушке, не осуждаемо обществом. Ну, это, я думаю, и не стоит говорить, потому что большинству людей это понятно. Но, помимо прочего, разве у вас самих не возникает какого-то, ну, я не знаю, минимального сомнения внутри или какого-то неприятного ощущения от того, что вы ведёте себя как конченый мудак. Видимо, нет, потому что сейчас мы будем смотреть ролик, который называется «Пикап знакомства с девушкой, у которой есть парень». Как таких соблазнять? Привет. Можно с тобой пообщаться? Чё? Извини, нет. Извини, чё? Не сразу уходить, то есть как бы это не тактично, как минимум. Ебать, блядь, долбоёб! Я извини, я не услышал, потому что нет, ты меня не услышал даже с третьего раза. Ну, потому что я глухой в последнее время. Извини, я в наушниках, я тебе не услышал. Да? А, ты в наушниках, действительно. А чё ты так сразу извини, нет? Чё за прикол купи? Ну, то есть, вы понимаете, ура. Блядь, какой кринж, пиздец. Дальше там только кричать «Чида, Чида» и, я не знаю, создавать аварии на какой-то машине скоростной. Когда у девушки есть парень, она не знакомится. А я чё, знакомиться со что? Бля, вот это, кстати, охуенное поведение от неё. Видите, она намекнула, что у неё есть парень, и она сразу нахуй, блядь, отшила. Ты поговори, значит, знакомиться. Ну, а может, я хочу там, не знаю, бизнес открыть какой-то мне нужна девушка. Чё, блядь? Элементарно говорить не может нормально, просто. Кроме... Чё бы ты сделал, если бы такой ебанько подошёл и взял твою девочку за руку? Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я бы сказал бы, отлично выглядишь. Как чё, чё, и ты чё, блядь, ты чё, колонна? Я не слышу, я глухой, я слепой. Пиздец. Каким образом это вообще похоже даже отдалённо на соблазнение? Я поцеловал бы его, блядь, да. Ну, ты подходишь к родонному человеку в общественном месте, который априори уже чем-то занят. Начинаешь на него бычить, он тебе отказывает. Бля, был бы я девушкой, я бы перцовку носил с собой и просто бы заливал бы таких ебланов. Ну да, заливал бы ебланов в торговом центре, в магазине, блядь. Я, да, ты прям супер был бы девушкой. Конченым имбецилом ты бы был бы. А почему был бы, блядь? Вообще не. Ты не слышишь первый раз, ты не слышишь второй раз, ты не слышишь третий раз и продолжаешь гнуть свою линию и продолжаешь докапываться до человека. Что это вообще? Каким образом это в принципе можно сочетать с соблазнением? А чё ты говоришь, парень у тебя? И сколько встречаетесь? Семь месяцев. Что ж, и классика, у девушки парень, с которым она встречается семь месяцев. Серьёзные отношения? Да. Ну то есть уже детей планируете сделать? Блядь, долбоёб, ёптую мать. Серьёзные отношения бывают и без планов на дети. Господи, блядь. Мыслит наху... Блядь. Что в таком... Да, она, кстати, ответила то же самое, блядь. Просто охуеть. Она ему то же самое искала. Случай имеет смысл делать. Ну, очевидно, начать докапываться до взглядов человека, который по какой-то причине не соответствует твоим. То есть ты ещё молодая, короче. Сроки 20. А, какие серьёзные отношения? Чё ты мелешь? Бля, ебать, какой неприятный долбоёб. Пиздец. Из всех пикаперов, которых показали, этот самый раздражающий. Охуеть. И выюбываться тем, что в его возрасте у тебя было много тёмок, которых ты трахал или не трахал, короче. На учёбу я занимаюсь в фото. И помимо этого у меня есть молодой человек. Один, только. Девятнадцать лет. Знаешь, у меня, когда мне было девятнадцать лет, у меня было... Ну, я скажу тебе честно, несколько девушек, с которыми я там занимался сексом. Мы общались. Ну, и ты, блядь, конченый выблядок, нахуй, тогда. Или он думает, что если ему девятнадцать лет, значит, так и надо жить? Какой, блядь, отвратительный... Знаете, что самое отвратительное? Что таким уебаным кто-то ведь даёт, реально. Бля, вот за буквально минуту можно понять, насколько он тупой. Прям тупой. Нет, это факт. Чё гордиться? Это не соблазнение, это не пикап, это просто называется мудацкое поведение. Так ведут себя кончи, которые, видимо, даже не понимают человеческого языка. Я бы не хотел склоняться уже совсем в такую тоже какую-то радикальную риторику по поводу того, что ну надо им по шапке надавать, только такой язык они понимают. Нет, но то, что нужно с такими придурками погрубее, это очевидно. Например, пригрозить вызвать полицию или что-то в этом духе. Ну, то есть, если человек настолько тупорогий и не понимает элементарных вещей, ну, мне кажется, имеет смысл. Доносить до него в его плоскости подобную информацию. Я просто думаю, чем мне с тобой делать. Ну, как бы я могу спокойно сейчас уйти, мне несложно, вот, но ты достаточно адекватная девочка. Возможно, у тебя есть мозг даже. Человеческий. Какой, блядь, это пиздец просто. Очередной чувак, который просто подходит и пытается унижать зачем-то человека. Окей, поскольку я погружен немного в НД-тематику и пикаперскую тематику, я могу судить, что это не только признак, типа, как, неуверенности в себе, который бы многие так расценили наверняка, но еще и признак искренней веры в их идеологию, в которой набивание значимости за счет обесценивания человека должно тебе каким-то образом помочь. Но, с моей точки зрения, опять же, в большинстве своем это не может работать, потому что унижением, ну, большинство людей и попытками очень кривыми, еще и возвышение на их фоне, ну, большинство людей ты не зацепишь положительно. А даже если зацепишь просто принципиально как-то, опять же, ни во что долгосрочно или просто адекватно это не выльется, скорее всего. И уж тем более, никакой корреляции с рациональным взвешенным решением. Какой же он просто конченый, ёптой мать. Каким-то со стороны человека, которого ты пытаешься соблазнить с помощью унижений и каких-то дешевых понтов, ну, тут и не пахнет. Так как я занимаюсь психологией, я знаю природу мужскую, женскую и в целом. Понятно. Как я занимаюсь психологией, я знаю природу мужскую, женскую, блядь. Пиздец, нахуй. Какая тупая, необразованная чушка, нахуй, стоит. Которая пытается набить себе цену, блядь, нихуя не зная, нихуя не умея и из себя ничего не представляя. Девочка его несколькими ответами, блядь, просто, блядь, в жопу выебала уже. Он нихуя не понимает, психолог хуев. Ёптвою мать. Ну, ты маленькая, чё я тебя грузить вообще? Чё я гружу тебя вообще? Просто ты мне понравилась, и я решил подойти сюда. Иногда так делаю. Позволяю себе самооценку повысить, что я так могу. Блядь. Кто-то боится, а я могу. Иногда приятно. Ладно. Предшел, бай. Я чувствую, вы уже умираете от кринжа, поэтому будем заканчивать. А напоследок, вот вам неловкая сцена прощания. Ладно, рад был знакомству. Ты достаточно милая девочка. Что сейчас знаешь? Я, я, она сказала, я тоже, она начинает же сказать. Ты так ко всему будешь реагировать странно? Пожать руку твою, подержаться за неё на прощание. Ну и высшая точка всего этого безумия для меня лично наступает момент, когда пикаперы совсем заигрываются, начиная вести себя уже по-настоящему опасно для общества. От тренингов сектантского типа небезызвестного Алекса Лесли с Содомом и Гаморой, на которых даются поехавшие задания, типа прогулки галышом или преодоление страхов с сомнительными методами. Подхожу к четырём чеченцам, говорю им, «Парни, я закончу сейчас вам бабки, нужно попиздиться втроём». До откровенных домогательств из-за демонстрации гениталий девушки, которая буквально многократно просит этого не делать и просто охеревает с происходящего. «Я не буду». «Горги». «Я не буду смотреть на твой член. Ты тоже б***ц». «Чё ты, я не могу пиздец?» Вести себя порой странно, кринжово, это нормально и абсолютно безвредно. С этого можно только поугарать. Но когда твоё странное поведение переходит в вредоносное, пусть даже из-за твоей собственной тупости, вот это уже не норма. Что ж, для всех, кому вы достаточно открытой концовки, на этом можете заканчивать. А для всех остальных, в ближайшие четыре минуты я буду подводить итоги с бомблением повышенным жопы. Окей, меня реально с этого говна лютейше бомбит, причём больше, чем обычно. Пиздец. И, знаете, эээ... Я не знаю, чё сказать, это просто лютый трэш. Хочу подвести некоторые итоги. Первое, у нас есть в 2021-м здесь будущем сайты знакомств, которые предназначены для романтических знакомств. И, оказывается, больше не обязательно ходить по улицам и доёбываться до случайных прохожих. Тем более, которые абсолютно не настроены на общение, на знакомство, на какую-то романтическую связь, которые могут куда-то спешить и, может быть, некомфортно с вами взаимодействовать и так далее и тому подобное. Второе, если вы... Это ужасно, чего у этих людей в голове? Пустота. Прям пустота. Сомневайтесь в себе. У вас недостаточно практического или теоретического опыта. Возможно, неплохой идеи будет не столько идти к каким-то сратым соблазнителям, сколько почитать профильную литературу, почитать научно обоснованную литературу, посмотреть какие-то исследования, поизучать психологию, настоящую психологию, а не то, что выдумывают всякие мракобесы и просто додики. То, что изучали люди, которые на это жизнь свою вложат. То, что изучали люди, которые учились на это долгие годы и занимаются этим действительно профессионально. Профессионально не просто, как пустой звук, а за счёт научного метода, например, тяжёлых экспериментов с большими выборками людей, с определением чётких корреляций, с закономерностей по итогу этих самых экспериментов и исследований, которые действительно согласуются с реальной жизнью. В отличие от подходов, в которых ты бычишь на человека, пытаешься нести какой-то абсолютно рандомный бред, делаешь тупейшие подкаты максимально неестественным образом, которые даже со стороны вызывают такой уровень высоких кринжа, что просто хочется вот так вот закрываться, прятаться. Бля, на самом деле, вот реально доиграются, зальют перцовкой, блядь, и обоссут потом ещё. Будут сидеть, блядь, плакать и орать. И съебать с этой планеты нахуй, не говоря уже о том, что чувствуют вот эти вот люди. Третье, если у вас есть проблемы в коммуникации с противоположным полом, имеет смысл понять, есть ли у вас проблемы в коммуникации в принципе и в социализации, потому что, возможно, дело как раз в этом, и не только в противоположном поле. Возможно, вы не соблюдаете какие-то элементарные социальные нормы, которые стоит знать всё-таки, хотя бы чтобы иметь понятие о субординации определённой. Возможно, в принципе, стоит больше расширить своё мировоззрение, чуть больше почитать чего-то, кроме дебильных курсов, платных, бесплатных, ещё более дебильных роликов, трепщиться к культуре, пусть это будет даже мейнстримная, самая там классическая литература, театр, блядь, кино, что угодно, что позволит расширить границы восприятия до уровня хотя бы понимания того, что у людей могут взгляды отличаться от ваших, ну, хотя бы вот на таком уровне, и до понимания того, что есть всё-таки какие-то нормы и рамки, как бы вы не хотели выебнуться тем, что вы вот такой, не такой, как все. И, возможно, имеет смысл въёбываться тем, что вы не такой, как все, другими вещами, знаете, не количественными или громкими, а качественными. Что называется быть, а не казаться. И действительно, не изображать, мужественность не изображать, альфа-самцовость, понтовость, а иметь эту статусность, солидность за счёт настоящих достижений и вполне даже, вероятно, полезных для общества каких-то деяний. Ну и самое главное, ребят, если вы уже попали в ловушку МДЭшников, пикаперов, кого угодно из подобной сферы, всратых каких-то психологов, в кавычках, имеет смысл проявить некую долю скептицизма и критичности к самому себе и задаться вопросом, а так ли качественно эта информация, так ли полезно то, что я сейчас делаю и поглощаю в себя. Ага, сейчас они будут критическое мышление к себе ещё применять, блять, и оценивать свою деятельность для того, чтобы сделать её более эффективной либо избавиться от каких-то негативных вещей, блять, которые они несут ввиду своей деятельности, блять, или ещё один. Ага, бля, ща нахуй. Там имбецилы просто какие-то, умственно, отсталые. Они вообще ничего не способны, блять. Такая сложная задача. Я превращаюсь постепенно в некую квинтэссенцию странных, абсолютно не связанных между собой, порой, разнообразного рода идей, сомнительного качества информации и, собственно, в принципе, множество странных вещей. Знаете, никогда не поздно просто сменить сторону и вектор движения, если ты в какой-то момент вырулил не туда. Главное это заметить. А ведь всегда ходит что-то лучше. А если уж это путь пикапера, ну, что угодно лучше. Что ж, ну, на этом у меня всё. Фух, ну, а вы мошнили, блять. Думали, что будет какое-то невероятно долгое, ну, типа, отстойное... Ну, отстойное видео. Продолжение следует...